Здравствуйте, мои дорогие телезрители моего канала, с вами Николай Партини, это игра Warframe, вот. Сегодня идёт, пойдёт вообще речь о кладовом оружии. Многие, да, очень хотят, в основном, узнать, там, вообще, как, как сделать, да, что для этого нужно, вот. Вот, и сегодня, естественно, я покажу, да, сделаю такой показ, гайд на оружие, поскольку я знаю, некоторые у меня уже есть, а некоторые ещё нужно делать. Так вот, чтобы его получить, вам для начала нужно, естественно, вступить в какой-нибудь клан, вот, в данном случае, да, вот, клановый ключ потом сделать. Естественно, если у вас уже есть готовый клановый ключ, то вы уже можете спокойно зайти там в клан, вот. И, тем самым, сделать кузницу, как бы сказать, в кузнице, да, там, потом именно создавать это, как бы, клановое оружие. Но для начала вам нужно иметь и в самом клане, естественно, эти, там, биологическую лабораторию, химическую лабораторию и энергетическую лабораторию. А также оракулу и всевозможные, там, к нему примочки. Точнее, ну, там, реакторы, которые служат для этого, ну, сократим до минимума, да. Давайте просто сейчас взглянем вообще, да. Вот, лифты такие, да, у нас тут уже все в клане сделано, пусть все, что нужно, конечно. Но у некоторых даже этого нет, предположим. Вот, заходим, предположим, первое, что у нас есть, это оракул. Ну, кстати, вот такая вот система. Во-о-о, которую я не знаю вообще, для чего она сделана, да. Для таких вот, типа, поля, которые, в истории 2 лет, по-моему, не нужны. Ну, он нужен, чтобы создать именно оружие. Точнее, а, сами, блин, такие лаборатория биологическая, да, где создаётся оружие. Во-о-о, так. Тут вот есть, нам предлагают, м-м, такие вот оружие. Торрент, стреляет за рядом токсином, да, и... А, акрит, стреляет иглами, наполненными кислотой. В принципе, неплохо, да, но... Что сказать, могу сказать вам. В принципе, для этого тут вам нужно сначала скопировать, значит, сначала там скопировать, вот, мутагенную массу, да, вам нужно там. Потом уже скопировать оружие. Вот. После чего, да, если вы копировали... Это всё касается биологического оружия, биологии, вроде. Во-о-о. Дальше у нас идёт уже такая вот лаборатория химическая. Вот, и вам тоже предстоит тут такие вот оружие, да, это первое, что нам предлагают исследовать, да, детонитовый инжектор. Детонитовый инжектор основная для... основа для взрывчатого и зажигательного оружия. Во-о-о. Так, тут у нас оружие есть Игнис. Игнис выпускает поток спепеляющего огня. Есть у Гринировского огнемётчика, вот такая вот огнемёт. И... Огрис, да, стреляет снарядом из детонитовой оболочкой. Точнее, как у бомбёра, да. Во-о, такая вот, типа, базуки. Вам тоже нужно будет скопировать, да, всё это. Естественно. И... Глаз появится у этого всё в кузнице. Во-о. Также у нас тут ещё одно из оружия, так. А, нет, биологи, значит, тут были. Значит, идём обратно. Просто сделаем, построили, конечно, не очень удобно. Могли сразу всё в одном перегрёвском вместить. Во-о. Так, во, это активировать, да, это энергетическое. Тут уже нам предлагают больше, да, чем обычного исследователя. Филдрон, да, вот так, короче. Оружейная после Куантехник для хранения чрезмечального горящих субстанций, мне, короче. Во-о, такая вот система. Вот. Филдрон. Затем идёт у нас Прово, да, оружие ближнего боя, носящие цели, высокий электрический урон. Ну, это понятно, конечно, гринировское тоже оружие иногда. Ой, не гринировское, корпус оружия. Вот. Также тут есть такая вот пулемёт Супра. Стреляет тяжёлыми лазерными орудиями с быстрым разогревом. Тоже можно его заметить и увидеть у здоровых таких гринировских солдатов с таким пулемётом. Ну, Дера, да. Винтовка, стреляющая в высоком плазме. Естественно, понятно, что тоже можно увидеть у корпуса. И тут уже так вот, исследовательская потоковая винтовка. Ничего вообще не указано, естественно. Никакой информации нет. Исследовательская винтовка Линька. Линька использует магнитную индукцию для стрельбы высокоточными снарядами. Во. Вот. Ну, сначала такая была в магазине, да, продавалась, короче. Магазинчики, да, можно было увидеть. Но потом её как бы закрыли, да, у кого-то она ещё осталась. А у кого-то потом вулкар, да, там предложили вместо винтовки. Ну, видите, как всегда, ничего не рассказывает, да, сколько урона, что нужно и всё в этом духе. Естественно, вам всё это надо уже скопировать, если вы хотите что-то из этого создать. Так, ну всё, в принципе. На этом я рассказал, да, что вам нужно, да, как бы, изначально, чтобы получить, естественно, это оружие, короче. Покидаем Донзу. У меня так всё скопировано уже. Во. Как бы, всё скопировано у меня уже вот есть такая вот винтовочка даже, что очень неплохая. Вот, смотрим в кузнице. Что вам нужно теперь дальше? Для начала вам нужна вот такая мутагенная масса. Чтобы создать мутагенную массу в одном количестве, вам потребуется 10 образец мутагена, 1 модуль контроля, второсортных 500 и 250 пластиды. Во. Ну, в принципе, всё по стандарту, да, только тут образцы нужны, да, естественно. Вот. Так, также вам потребуется, нужна будет форма, что очень важно в создании любого клановского оружия. Так. Что нам потребуется для формы? 1 морфиды, 1 нейроды, 1 нейронные датчички и элемент питания крин. К этому вам потребуется ещё 12 часов и за каждый по 15 тысяч. За форму у вас ещё потребуют ещё 35 тысяч. Вот. Я сейчас смотрю. 12 часов, чтобы сделать один вот такой образец филдрона. О, точнее, филдрон, да, чтобы один вам сделать, вам потребуется 12 часов и плюс 15 тысяч кредитов, вот, кредитов. В данном случае, смотрим на оружие, рассказываю, да, их характеристики всего оружия. Ну, начнём с энергетического, да, первая у нас стоит такая вот винтовка к названию «Линька». Значит, что вам для неё нужно, да, чтобы её сделать, естественно, тут видно, да, 5 филдрон, да, 20 галя и 600 металлических пластин. Естественно, ещё форму иметь, форма, и плюс 30 тысяч, чтобы ещё сделать всё это, да, вот, переработать металлические пластины и один день будет, короче. Значит, урон этой винтовки «Линьки» 200 урон, точность 100, магазин, а, так, так, магазин 10, да, а всего потом 25. Воу. Значит, следующее, что у нас за винтовка, да, это потоковая винтовка, вот видите, что на ней нужно. Для неё нужно, значит, 5 филдронов, схем 900, феррит, 6000 ферритов и одна, естественно, форма. Плюс к этому 25 тысяч кредитов и один день. Значит, урон 80, скорострельность 8,3, точность 100. Отлично, точность, да. Патронов в магазине 100. Воу. Время перезарядки 2 секунды. Полярности нет. Ну, полярность, надеюсь, это многие знают, что такое полярность. Кто не знает, что такое полярность, рассказываю, короче. Это когда вы заходите вот сюда, и у вас вот есть такие значки. Если нет полярности, значит, у таких значков просто отсутствуют, просто пустые рамки. В данном случае тут полярность есть у меня. Вот, так же на оружии, на любом принципе. Заходите тогда. Вот. Вот, тут полярность есть, видите, за значок. Полярность есть. Вот. Значит, что смотрим дальше. Третье у нас проба. Ну, проба я не знаю, в принципе, и на неё ничего. Да, особо мне она не очень-то и нравится, эта проба. Так, переходим к следующему, да. А к нашему оружию энергетическому, это супра. Супра, значит, у неё урон 35, скорость 12.5, точность 8.3, магазин 90. Полярности тоже нет. Вот. Я рассказываю в общем понятии. Чтобы создать, например, линьку, вам потребуется седьмой ранг. В данном случае это вот здесь, да. На аватарке у вас показано, какой у вас тут ранг, да, стоит. Всё в этом духе. Так, вот, дайте ученик, да, вот, ранг четвёртый. Чтобы создать супру, вам нужен седьмой ранг. Ой, извиняюсь. Линька, да. Вот. Также тут у нас есть потоковая винтовка. Чтобы её получить, вам нужен будет ранг шестой. И ещё, естественно, ресурсы. Проба, вам нужен четвёртый ранг. Вот, чтобы создать пробу. Чтобы создать супру, пулемёт, вам нужен тоже седьмой ранг. Значит, тем, у кого ранг меньше, может с клановым оружием, мягко говоря, отдыхать. Так, ну чё. Значит, следующего, как видим, у меня зайдём в арсенал. Ну, вот, показывает, видите, винтовка. Это Дэра. Да, винтовка. Урон, значит, 22. Скорость 1,3. Точность 100. Обойма 45. Патронов, значит. Всего 540 патронов, как обычно в автомате. Ну, насчёт остального, там, в принципе, я не могу сказать, чё. Полярности, естественно, нет. Ну, стреляет довольно-таки неплохо, если сравнить, там, с другими винтовками. Ну, предположим, там, Брейтон. Или тем же, предположим, знаменитым Болтер. Давайте взглянем на Болтер и взглянем на Дэру. Дэру. Дэру, чтобы получить Дэру, вам нужно, естественно, там, тоже так же, я не знаю, не могу вам показать, да, как бы сказать. Ну, тоже нужна форма, тоже нужно время и ресурсы какие-то. Так. Ну, в принципе, можно скопировать, там, и вам это потом показать будет. Сами скопируйте, да, там, если захотите сделать, и увидите ресурсы. В принципе, всё в одном и том же, так, значит, духе. Восемнадцать смотрим у Болтера, да, восемнадцать урон, восемь и восемь скорость, точность двадцать пять, рожок шестьдесят. У Дэра, да, значит, винтовка, стреляющая, высокая плазма, значит, двадцать два урона, одиннадцать и три. Скорость больше, чем у Болтера. Точность сто. Она стреляет, в принципе, в точку, да, вы можете в голубо, восьмом спокойно. И рожок сорок пять. Для, в принципе, четвёртый ранг, да, там, может сделать только эту винтовку. Ну, очень хорошая винтовка, получше, чем Болтер. Но, конечно, тут, видите, свои плюсы и минусы. Вот, есть у Болтера больше рожок. Да, у Болтера немного. Также у Болтера немного откидывают вариант. И, конечно, естественно, у Болтера критический урон больше, да, немного критов больше. У винтовки, естественно, видите, чуть меньше рожок. И сама, да, пуля типа плазма, да, летит чуть-чуть медленно, ну, может сказать, процентов на сорок, чем сами пули, там, например, Болтера или обычного, вот даже, вон, Брейтона, да, предположим. В сравнении с Брейтоном, да, то, в принципе, что-то, можно сказать, схоже, да, но, естественно, за точность. Вот. В принципе, да, как бы сказать. Но, эта винтовка очень хорошая, скажу. Она красивая, стреляет тоже очень быстро. Точность очень большая по сравнению, например, с этим Брейтоном. Ну, вы сами понимаете, да, и урон чуть больше. А так, в принципе, ну, сами видите, отличие. В принципе, я с ней бегаю, да, там, вот, поставил вот такие вот карты, да, и довольно-таки неплохо она стреляет, да, там, со льдом, со всем. Очень точность. Я его уже за точность и быстро. У меня есть и пулемет там, да, Гаргона, но у пулемета он пока раскрутится, и точность, конечно, поменьше. Вот. Так, ну что, перейдем дальше, да, быстренько расскажу, не собираюсь долго задерживаться. Так, значит, переходим дальше, значит, подымать чуть выше, это у нас, ну, Огрис, да, вот. Значит, смотрим, что у нас, я скажу там в кратности, да, чтобы получить Огрис, нужен шестой уровень, шестой уровень, значит. Вот. Значит, скорость у него 1 и 0 выстрелом до снаряда, да, урон 150 начальный, точность 100, магазин на 5, полярности никого нету. Ну, естественно, сами ресурсы вы видите, да, детонитовая инжектора 5 штук вам нужно, второсортных 500, а, 5000, да, металлических пластин 600, одна форма. Стоимость еще 30 тысяч кредитов и создать одну, естественно, форму, чтобы у вас была. Конечно, оружие довольно-таки очень хорошее и отзывов у них много. Так как же и у Супры, что у Супры, видите, она лучше, чем, в принципе, по сравнению, если сравнить Гаргону, то сильно отличается в том, что есть больше урона. А по характеристикам, в принципе, основным то же самое. Вот. Значит, ну, ставим так, значит. Игнис. Игнис можно создать с 4 ранга. Вот, уровни, да. Урон 125, скорость 8,3, магазин на 100. То, полярности никого нет у него. Требуется 2 детонитовых ампу, 500 наноспоры, ну, 5000, да, 5000 ферит и 30, как всегда, кредитов. И один день делается. Так же, естественно, одна форма. Но любого клановского оружия потребуется форма. Ну, в основном, оружие рассчитано на высшие уровни, да, кому там делать уже нечего. Вот. Значит. Смотрим, что у нас дальше. У нас дальше такое оружие, тоже можно сказать, биологическое, как называется, акрит. Акрит, значит, нужен. Седьмой уровень. Урон 25. Скорость 6,7. Точность 100. Точность, видите, стоит очень хорошо. Время перезарядки 2,5. Используется как пистолет. Это как пистолет используется, значит. Очень хорошее тоже оружие, да. И от него хорошо отзывается. Он, в принципе, да, игнорирует, как вам сказать, саму, кстати, броню, да, и сразу же на кислоту ее отравляет. Требуется 3, у меня вот сейчас 3 мутагеновых массы, но требуется 5. Второсортных 6000, наноспоров 6000 и одна форма. И седьмой, как я сказал еще раз, ранг. Значит, так же у нас есть еще одно оружие. Это, я зайду в арсенал и покажу. Это торрент. Вот. Смотрите, тут видно сразу параметры. 100 урона. Значит, 1 на 0. Скорость, как бы, скорострельности. 100, получается, у нас точности. Ну, и 5 в рожке. Чем, естественно, это оружие, как бы, хорошо и плохо, да, где я сразу скажу, уже играл, уже 17 ранг. В том, что она стреляет, такого, химическая, короче, штука, как, например, если кто проходил... GT голем, G3 голем, да, значит, он стреляет за такую штуку, да, она летит далеко, так, так, как бы, и отравляет. И то же самое, как бы, стреляет в торрент, такой же вещью. В принципе, если играть не иксом, то довольно-таки очень приятно стоять в оборонах. Но минус, естественно, в оружии, там, медленно стреляет, маленький рожок, и, естественно, конечно, требуется, там, от яда, если вы попадаете этот яд, да, там, на жертву. Он 100 урона уносит, и за 10 секунд по 20 хп забирает чистого урона. Пофигу, там, щитов это будет или жизни, он забирает ровно 20 хп в секунду. И длится, да, если один от одного химического оружия, получается, 10 секунд. За 10 секунд он забирает 200 урона. И еще 100 к этому. Но вам нужно попасть. Естественно, он не очень быстро стреляет, как вы заметили, скорость. И также очень маленький рожок. Вот, ну, в принципе, очень хороший в оборонах. Таких, так, массов, против, там, например, собак, там, каких-нибудь инфицированных, зараженных. И все в этом духе. Так, ну, все, в принципе, да, я, надеюсь, рассказал. Кому-то было полезно. Когда я создал оружие, в принципе, не знал ничего, вообще ни о чем, да, создавать мне или нет. Ну, я скажу сразу, да, что я создал Дера, да, и не пожалел, в принципе. Очень точно оружие. Она как винтовка, да, вроде бы, обычная. Но все же, если прокачивать, да, хорошенечко. Очень точно оружие. Там, с любого расстояния вы можете в голову попасть, в принципе. И точно знать, что все патроны попадут точно. Единственный минус, я и говорю, да, немного плазма летит немного медленнее, чем обычные патроны. И не сильно очень большой магазин на 45. Ну, можно увеличить, в принципе. Вот, что я прокачал, да, вы видите, вот у меня тут плюс максимум патронов стоит, или 30, урон 90, оглушение стоит 4, 20, скорость перезарядки, да, там, мороз, лед, в принципе, 30 процентов, или 30, и бронебойность. Ну, вы можете поставить свои карты. В принципе, естественно, она ставит на урон и на лед, в принципе. В принципе, все, и скорость, там, перезарядку патронов или увеличение рожка, это уже, как бы, основное тоже ставит. Вот. Ну, на этом я закончу. С вами был Николай Партийный. Кому интересно, там, всякие интересные вещи, да, по варфрейму спрашивайте, задавайте. Я, в принципе, единственный, кто сейчас на ютубе делает такие, какие-то гайды, там, полные, да, остальные, либо, остальные, там, кто там делает, они либо неопытные, либо, в принципе, даже еще половина не знают. С вами был Николай Партийный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи. Подписывайтесь на канал.